Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. В Маркинском районе республики полностью ликвидированы последствия урагана. Напомню, 9 августа в деревне Малый Карамас сильный ветер повредил кровлей семи жилых домов. Два дома остались без крыш. Тогда в населенный пункт оценить масштаб ущерба и узнать, какая помощь требуется местным жителям, лично прибыл глава республики Александр Евстифеев. Спустя две недели последствия разгула стихии, которая обрушилась на деревню, устранены полностью. Нами было проведено обследование и сразу же после заседания комиссии было принято решение об оказании помощи, исходя из 5 тысяч на человека, но не более 10 тысяч на хозяйство. Вместе с тем к работам приступили. После приезда главы республики, который непосредственно оценил масштаб ущерба, было дано указание об оказании дополнительной помощи. Мы эту помощь оказали в виде выделения дополнительного строительного материала и выделения дополнительных людских ресурсов. На сегодняшний день работы по восстановлению кровель жилых домов выполнены в полном объеме. Отмечу, сложность заключалась в том, что в День стихии ни местная метеостанция, ни республиканская не подтвердили тот факт, что порывы ветра в Малом Карамасе достигали 25 метров в секунду. Это не позволило придать случившемуся статус чрезвычайной ситуации. Тем не менее, по решению Александра Евстифеева, местным жителям была оказана вся необходимая помощь. На туристической карте республики новые маршруты. Добро пожаловать в Звениговский район. Здесь уже разработали три популярных маршрута, которые знакомят гостей с богатством национального парка Мари-Чадра, с бытым, традициями и культурой Звениговской земли. Кроме того, в районе активно внедряются в жизнь общественные инициативы, проекты программы «Современная городская среда» и национальные проекты. В день 95-летия района наша съемочная группа узнала о планах и перспективах развития самого южного муниципального образования Мари-Эл. Расположенный на левобережье Волги, утопая в цветах, раскинулся Звениговский район. Земля доброжелательных и творческих людей. Это малая родина композиторов Ивана Ключникова-Палантая и Якова-Ишпая. Здесь помнят и дорожат своей историей. Вот, например, участники Дома народных умельцев. Они сформировали и развили национальные традиционные ремесла. Сохраненная техника вышивания по счету нитей – гордость мастериц. Мы обожаем свой Звениговский район, потому что у нас не только богатая природа, лесами, полями, конечно же, река Волга. У нас красивейшие места, у нас замечательные люди. Они творческие, трудолюбивые, любят свою работу, любят своего соседа, обожают своих друзей. Звениговский район кормит республику мясом, хлебом, кондитерскими изделиями, поет молоком и йогуртом. Продукция не раз была в числе лучших на всероссийском уровне. На территории района трудится 430 хозяйствующих субъекта. Жители работают как на больших предприятиях, Красногорском комбинате автофургонов, заводе электродвигатель, судоремонтном заводе, Звениговском заводе строительного гипса и не только, но и трудятся на себя. Ольга Мусунова – бизнесмен молодой, но амбициозный. В родном поселке Красногорске решила производить корпусную мебель. Все, что есть на плакате, это все я уже сделала. Офисную мебель делаю, торговое оборудование, гримерные зеркала – это для меня символические изделия. Я с них начала. Система образования района – это 17 школ и 16 детских садов, из них два совершенно новых. Развивается и дополнительное образование, где уже сегодня готовят молодые кадры для будущего республики – цифровой экономики региона. В современных реалиях, когда все производственные мощности уже перевооружаются на новые технологии, то есть у нас становится задача воспитать поколение, которое будет способно на них работать. Дети все, они к этому готовы, их надо только подтолкнуть. Звениговский район живет и развивается. В рамках приоритетного проекта формирования современной городской среды уже благоустроено 27 дворовых и 6 общественных территорий, 8 поселений района. Кроме этого, реализовано 16 проектов местных инициатив. Итоги достойные. Только что я называл цифры. Социально-экономическое развитие, развитие предприятий с высокими технологиями. Это говорит о том, что инженерные кадры здесь имеются. Высочайшие достижения одни из самых лучших в республике в области сельского хозяйства. Малый бизнес развивается, и мы с вами прошли по выставке, видели это. В общем, район развивается, и я им пожелал делать это дальше, готовиться к 100-летию района. Звениговский край, родная земля, Силю душой, люблю я себя. Сегодня в районе жить не хуже, чем в городе. Здесь реализуются все целевые программы и национальные проекты. Уже построены и отремонтированы дороги в пяти населенных пунктах. Обновлены сети водоснабжения и уличного освещения. Воплощаются в жизнь и проект «Набережная душа Звенигова» как победитель всероссийского конкурса прошлого года. Все это, пожалуй, лучшее подтверждение того, что если в муниципальном районе есть достойная работа и условия, комфортные для пребывания, люди готовы там жить и создавать семьи. Глава Мариэл Александр Евстифеев принял участие в деловой программе 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Отмечу, в нашей республике подготовке молодых профессионалов уделяется особое внимание. Евстифеев неоднократно подчеркивал, что качественная профессиональная подготовка молодежи является приоритетным направлением работы правительства региона. Об этом говорят и результаты предыдущих соревнований среди молодых профессионалов. Так, студент Ежкаролинского строительного техникума Павел Казанцев защищал часть России на 44-м чемпионате рабочих специальностей WorldSkills International 2017, который проходил в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абудаби и завоевал медальон за профессионализм. В этом году студентка торгово-технологического колледжа Наталья Иванова участвовала в составе национальной сборной в соревнованиях WorldSkills Russia. Учащийся транспортно-энергетического техникума Дмитрий Павлов стал победителем регионального чемпионата и призером финала седьмого национального чемпионата по компетенции «Печное дело». Студент ардинского профессионального техникума Максим Соракеев смог обойти остальных участников на состязаниях в республике по направлению «Кирпичная кладка юниоры». Глава Мариэлл не раз обращал внимание, что рабочие специальности востребованы на рынке труда. Поэтому для молодежи необходимо создавать условия для их самореализации и профессионального роста. В этом году на формирование материально-технической базы движения WorldSkills в республике из регионального бюджета было выделено более 14 миллионов рублей. На эти средства оборудованы помещения для проведения занятий, оснащены лаборатории, открыты новые площадки. Курс на прорыв. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Мариэлл будут развивать сервисы электронного правительства, чтобы расширить доступ к государственным услугам онлайн в режиме одного окна. Это быстро и удобно. Планируется увеличение числа комплексных услуг. К 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70% госуслуг и для граждан, и для бизнеса. И, конечно, для получения наиболее востребованных из них не будет требоваться личное присутствие гражданина. У нас какое-то событие в жизни произошло. Информационная система по каким-то каналам, по представлению услуг, узнает об этом. Ну, как пример, родился ребенок, да, у вас. После этого следует куча вещей. Это регистрация ЗАГС, НИЛСа, пособие, материнский капитал и так далее. То есть, когда такая ситуация появляется в какой-то информационной системе государственной, на портале правительства, на портале госуслуг, в личном кабинете гражданина появляется такое сообщение. Дорогой и уважаемый товарищ, значит, у вас такое событие произошло, поздравляем вас. Вы можете получить комплекс вот таких услуг по этому направлению, в связи с этим событием, с этой жизненной ситуацией вашей. Он говорит, да, я согласен. И начинается автоматическое представление вот этих услуг. Ему выделяется там пособие и так далее. Вот это вот эта идея проактивного представления услуг. В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в республике будут созданы сквозные цифровые платформы для того, чтобы вывести их на международный рынок. Средства на развитие будут выделяться тем IT-компаниям, которые делают наиболее значимые разработки в этой области. Это делается с целью увеличения объемов экспорта российского программного обеспечения и программных решений. Напомню, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в республике реализуются пять региональных проектов – информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, цифровые технологии и цифровое государственное управление. Сразу два ДТП с участием диких животных произошло на днях на загородных трассах Мариел. В региональном Минприроды предупреждают – у лосей и пятнистых оленей начинается период миграции. Где в Мариел чаще всего выходят на дорогу дикие порнокопытные – об этом далее в сводке 112. Конец лета и начало осени – непростой период для автомобилистов. В город возвращаются нагостившиеся в гостях у родственников и отдохнувшие в лагерях дети. Правила дорожного движения за время каникул, проведенных за городом, зачастую забываются. Поэтому в этот период каждый водитель должен быть предельно внимательным. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения, снижения числа ДТП с их участием и в связи с началом нового учебного года с 20 августа по 20 сентября 2019 года на территории Республики Мариел проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В рамках данного мероприятия маршруты патрулирования наружных нарядов полиции будут приближены к местам расположения образовательных организаций. Сотрудниками ГИБДД будут проведены рейдовые мероприятия, массовые проверки по пресечению нарушений правил перевозки детей автотранспортными средствами. Кроме этого, сотрудники ГИБДД, участковые и уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних примут участие в проведении бесед и занятий в школах как с детьми и подростками, так и с их родителями. Кроме этого, с 30 августа по 6 сентября будет организовано дежурство сотрудников полиции на пешеходных переходах о выразделях организации в утренние, дневные и вечерние часы во время движения детей в школу и домой. Дикие животные также активизируются в это время. Во-первых, у лосей пятнистых оленей начинаются сезонные миграции, а во-вторых, животные могут быть напуганы грибниками. В любом случае, ДТП с участием такого крупного животного, как лось, может быть очень опасным для водителя и для пассажиров. А за сбитое животное придется заплатить еще и немаленький штраф – порядка 80 тысяч рублей. Начиная с 20 августа в Мариел уже произошло два ДТП с участием лосей. Чаще всего животных можно встретить на Кокшайском кольце, на Оршанском тракте и на объездной шкралы. С 15 по 22 августа на территории Мариел зафиксировано 16 пожаров. Погибших нет, однако расслабляться не стоит. Одна из частых причин пожаров – это короткое замыкание. Поэтому, если сомневаетесь в вашей электропроводке, лучше ее проверить. 16 августа около 2 часов 40 минут жильцы пятиэтажного жилого дома, расположенного в поселке Мочелище Звениговского района, увидели дым, исходящий из-под двери квартиры, расположенной на втором этаже. Сельчане сразу сообщили о происшествии в пожарную охрану. На место возгорания незамедлительно прибыли бойцы. Они вскрыли дверь и приступили к тушению. В помещении была обнаружена хозяйка квартиры – 89-летняя бабушка, находившаяся без сознания. Пожарные вынесли ее на свежий воздух и передали прибывшей карете скорой помощи. Открытое горение на площади около 20 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. В результате происшествия женщина получила серьезные ожоги. Уничтоженная кухня. В МВД по республике Мурел подвели итоги акции «Стоп алкоголь». В ходе акции были проверены организации, которые продают алкогольную продукцию на разлив. Выяснилось, что правила соблюдают не все. Да и опасность нарваться на контрафакт все еще существует. Пресечено 18 правонарушений, большинство из них связано с нарушением правил розничной продажи алкогольной продукции. Кроме того, в четырех случаях была осуществлена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В ходе акции полицейским задокументирован факт реализации спирта, содержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего за время проведения акции из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Наружными нарядами патрульно-постовой службы пресечено порядка 100 административных правонарушений, связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах состояния алкогольного опьянения. Также, как сообщает пресс-служба МВД, за прошедшую неделю жители республики лишились около полумиллиона рублей по вине мошенников. Все аферисты взаимодействовали со своими жертвами дистанционно, через интернет или по телефону. Двоих из лишнедоверчивых граждан обманули лжесотрудники банка. Аферисты сообщили по телефону, что с банковской карты потерпевшего неизвестные якобы пытаются снять денежные средства. А чтобы воришки не получили деньги, ежкаролинцу предложили сообщить данные карты и пришедший код из СМС-сообщения. Однако после этих махинаций со счета гражданина исчезло почти 160 тысяч рублей. Поэтому не лишним будет напомнить. Никогда и никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт, в том числе код на обратной стороне, а также код подтверждения СМС-операции, приходящей в сообщениях. Никогда самостоятельно не перечисляйте денежные средства незнакомым гражданам. Ну и напоследок страшная история с счастливым концом. 22 августа трехлетний малыш выпал из окна третьего этажа. Скорее всего, ребенок опирался на москитную сетку и не удержал равновесия. К счастью, мальчик остался жив, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Родителям в средствах массовой информации неоднократно сообщалось о том, что они несут ответственность за безопасность детей. Москитные сетки не выдерживают вес ребенка и не предотвращают падение. Обращаем ваше внимание, что родители обязаны предотвратить попадание детей на подоконник и возможность открытия ими окон. Один из способов обезопасить ребенка – дополнительная фурнитура для окон, которую можно купить в любом специализированном магазине. Ну и, конечно, лучше убрать от окна все предметы, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться на высокий подоконник. Ручка стоит обычно на окошке, но этот замочек устанавливается снизу под раму, ответная часть ставится на раму. Когда вы закрыли створочку, ручку привели в исполнение откидывания, детский замок закрываете, все, у вас створка зафиксирована, то есть ребенок случайно не сможет у вас ее приоткрыть. 24 августа в МРИЭЛ, как и по всей России, пройдет акция «Ночь кино», приуроченная ко дню российского кинематографа. Вечером и ночью этого дня во Дворце культуры российской армии в микрорайоне Дубки состоится бесплатный показ отечественных художественных фильмов. О том, куда пойти после концерта МРИЭЛ-радио на Патриаршей площади – наш следующий сюжет. Первый киносеанс в России состоялся 4 мая 1896 года в Санкт-Петербурге. С 1900 до 1918 года российское кино бурно развивалось. Было очень популярно в том же Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и в ряде других городов. Первые сюжеты кинохроники о жизни и быте народа МРИЭЛ были засняты в 1924 году. Они назывались «Учеремис» – Морийская автономная область. И вот спустя сотню лет в целях популяризации российской кинематографии с 2016 года по всей России в МРИЭЛ не исключение проводится акция «Ночь кино». Четвертый год организаторами данного мероприятия в республике являются Министерство культуры, печати и по делам национальности республики МРИЭЛ и Государственный архив аудиовизуальной документации республики МРИЭЛ. В регионе задействованы 28 площадок. И 24 августа в 20 часов всех приглашаем, всех желающих и любителей кино мы приглашаем на данное мероприятие. В этом году на всероссийском голосовании были отобраны три картины – «Балканский рубеж», «Фильм домовой» и «Полицейские срублевки. Новогодний беспредел». Эти ленты можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране с 20.00 по местному времени. Люди приходят до самого утра порой, сидят, смотрят, и отзывы очень положительные. Поэтому я думаю, что отечественное кино развивается. Кроме показа фильмов «Ночь кино», которая по всей России пройдёт 24 августа, будут работать выставки, мастер-классы, а для маленьких зрителей и их родителей до начала показа пройдут развлекательные программы. Итак, в «Вишкороле» акция пройдёт во Дворце культуры российской армии в микрорайоне Дубки. Начало киносеанса в 20.00. Вход свободный. Наконец-то погода порадовала жителей Мариэл летним теплом. В результате счётчик осени обнулился. И нынешнее лето не станет уникально холодным. С сегодняшнего дня погода в республике начала определять гребень Азорского антициклона. В ближайшие два дня он подарит нам малооблачную погоду без осадков. Таким образом, в субботу, 24 августа, дневная температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Так что летний фестиваль Мариэл радио, который состоится 24 августа на Патриаршей площади Вишкоролы, пройдёт при отличной погоде, располагающей к прогулкам, музыке и танцам. В воскресенье погодную идиллию может нарушить североатлантический циклон. В результате небо затянет облаками, усилится ветер. В северной половине республики возможны кратковременные дожди. Днём ожидается 15-20 градусов тепла. Это были новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»